Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет небольшое видео, расхламление такое, осеннее, назовем это так. Какие-то продукты я покажу, которые в принципе хорошие, просто немножечко мне не зашли, но я прекрасно понимаю, что есть девчонки мои, которые с удовольствием заберут и будут пользоваться. Поэтому, что оно будет лежать, я лучше отдам. И, наверное, здесь будет, наверное, один продукт, который я просто сейчас разругаю вот прям совсем, да, потому что я не знаю даже отдавать его кому-то или нет, потому что он практически новый, но как бы нет. У меня здесь практически все декор, да, соответственно, но есть капелька ухода. Давайте мы, наверное, значит, начнем с того, с чего мало. А, нет, давайте вообще с кистей начнем. Так, первое, что покажу, давайте начнем, наверное, лучше с кистей, потому что, ну, это такое рандомное, скажем так, да, не совсем косметика. Пять штучек кисточек для глаз отдам подруге, то есть у нее есть некоторые финансовые моменты, из-за которых она не может себе приобрести лишнего, скажем так. А как-то, да, с макияжем играться хочется, вот, поэтому я думаю, ну, у меня все равно лежит, что оно будет лежать, поэтому я ей отдам. Поскольку, да, собственно, именно есть нужда в кистях для глаз, я ей отдам вот такой вот наборчик. Я его покупала в Самаре в магазине «Семья», кажется, потому что, ну, это я сама обествовалась, то есть я ее, типа, день рождения, свадьба подруги, да, а кисти для глаз, да, для макияжа взять с собой не надо. Зачем, действительно? И, соответственно, мне нужно было в экстренном порядке что-то купить. Вот я купила вот такой набор. Здесь две плоские кисточки, то есть одна прям совсем малышечка, одна побольше и одна тушевочная. То есть то, что нужно, все круто, соответственно, то есть отличные кисти, то есть вообще никак, да, они себя плохо не показали, они не лезут. То есть я их хорошо намыла, соответственно, еще раз, они, в принципе, были чистые практически, но я все равно помыла дезинфектором, да, их пропшикала, так что все можно отдавать с чистой совестью. И две кисточки еще отдаю. Это у нас кисти от бренда «Доколор». Не знаю, насколько будет видно. Я не знаю, мне кажется, году в 15-м, вот, 14-й, 15-й, 16-й, эти наборы просто гремели, как бы, эти кисти. То есть у меня, в принципе, там что-то для лица есть уже как-то. Здесь у меня, соответственно, кисть 0,4, вот такая тоже плоская. И еще 0,8. Это скошенная кисть, соответственно, либо для подводки, да, либо там растушеванную стрелку сделает, то есть что-то такое. То есть так кисти, как бы, вообще к ним претензий нету, то есть просто мне за ненадобностью, да, плюс я хотела себе еще новенького чего-то прикупить, а эти, поскольку все равно лежат без дела, человек попользуется и будет ему приятным. Так, дальше, давайте покажу тоже, значит, то, что я отдам. Это у нас бессульфатный мицеллярный шампунь от бренда Teffia. Я думаю, что здесь он идет, значит, во-первых, для чувствительной кожи головы, что мне с ним не зашло. То есть, ну, бессульфатный, да, хорошо, отлично, как бы, но смысл какой, то, что я люблю мыть голову, там, типа, раз в 4-5 дней, то есть я так привыкла и, как бы, мне ок. С этим шампунем мне приходилось мыть голову уже на третий день, а я это не люблю, ну, то есть, как бы, мне уже жирно, он как-то вот жирнит, да, у кожи головы мне, то есть, ну, вот именно вот этот момент мне не зашел. При этом, как бы, то есть он совершенно лайтовый, то есть очень легкая какая-то одушка минимальная, то есть ничего, в принципе, плохого сказать не могу, то есть изначально-то волосы хорошие, то есть он хорошо промывает, просто, видимо, не для моей кожи головы, вот. То есть, а поскольку здесь почти полный флакон, ну, как бы, думаю, что я буду мучиться, лучше я дам человеку, который с удовольствием это использует, да, у кого кожа головы посуше, да, и я думаю, что будет приятнее. Так, давайте буду теперь ругать, 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 прям катастрофа просто. Не так давно я вам показывала покупки с Интершарма и показывала покупки с Пивак. Пенка для умывания с лавандой. Впервые, мне кажется, чтобы от Пивак мне настолько что-то прям возмутило практически. То есть, смысл какой? Лаванда для всех типов кожи. Во-первых, эта штука сушит просто, ну, то есть, вот у меня лицо, как бы вообще, чтобы меня засушило, это надо постараться. А здесь, то есть, я поняла, что через неделю, во-первых, мне сухо, у меня полезли подкожники, что, опять же, для меня вообще не свойственно ни разу. Мне кажется, я там хозяйственным мылом, если буду умываться, у меня ничего такого не будет. И самая жесть из всего этого... А, нет, еще не самая. Сама текстура. Это же пенка, да, считается. Она, ну, не держит вот эту пенистую форму, она жидковата. Давай, вот, все. И она, вот она, и она потекла. То есть, по руке неплотная пена. Вот, что я хочу сказать. И самое главное, что, да, в этом не так следствие, это отдушка, девчонки. И это трэш. Я при всей своей любви к лаванде, я через неделю начала задыхаться просто от этого запаха. Это настолько ужасно. Ты просто умываешься, и у тебя же, соответственно, около носа вот это все, и невозможно. Просто я через неделю, мне просто захотелось это выкинуть просто нахрен, потому что это очень жесткая отдушка. Плюс лаванда, она же разная бывает. И здесь еще как раз именно такая достаточно травянистая лаванда. Если вы травянистые ароматы не любите, это вообще не ваша история. Даже при том, что я люблю травянистые ароматы, нифига, ужасно. То есть, она прям резкая, она душащая. Сушащая, ужасная отдушка. Зачем так делать? Но мне кажется, это не очень. То есть, я понимаю, что типа это здесь натуральный состав. Давайте посмотрим. Калиевое соли, масло миндального, пальмового, кокосового, ши, вода, эфирное масло, лавандин и гросса, ели и апельсина. То есть, может быть, сочетание вот этих масел дают такую отдушку. Вот эту вот елку какую-то. Я не знаю. Но это ужасно. И я не знаю даже, кому это отдать, потому что у меня как-то по большей части все девочки с сухой кожей. Но если я им это отдам, они у меня высохнут нафиг. Не знаю. В общем, буду думать, но от меня это просто дизлайк полный как бы вообще нет. Так. И теперь у нас чисто декор. Значит, покажу то, чем я пользовалась. То, что, в принципе, мне понравилось. Но я не добила. Как-то она очень быстро подсохла. Ну, это, в принципе, не пустая баночка, да, чтобы его в пустые банки кидать. Это у нас L'Oreal тушь для бровей. Plump and Set. Brow Artist. То есть, смысл какой? Вот она, лапка. Когда она более густая, у меня это, кстати, оттенок 109 Ebony, когда она более густая, с ней работать проще. А сейчас она подзагустела и очень грязно. То есть, очень сложно работать с бровями с точки зрения, что ты все равно заляпаешься, тебе придется все это подтирать. Это долго. То есть, хотя цвет отличный, то есть, никакой не рыжины, ничего, очень красиво. То есть, вот здесь вот вообще ноль претензий. Просто как-то вот мало прожил он просто у меня, потому что были туши для бровей, которые прям, ну, то есть, в ноль-то у них, они пока не закончатся, да, ты ими пользуешься. А здесь, в принципе, я понимаю, что продукта здесь еще дофига, а он уже все. То есть, у него уже не та формула, которая была изначально, поэтому как бы будем прощаться с ним. Дальше. Давайте покажу помадки. Значит, три красных. Пойдут мои подруги, которые любят красное, соответственно. Значит, первое. Это что у нас? Севентин. Оттенок 60. Вот такая. Холодненькая, классненькая. Все прям круто. Отличная серия вот этих помад. В принципе, от Севентин матовые. Они клевые. То есть, просто мне в таком количестве это не нужно, поэтому, соответственно, я точно знаю, что она это измажет вообще просто вот элементарно, поэтому отдаю. Дальше. Увлажняющий блеск. Джин Мишель. Не поняла я, что за бренд, потому что я что-то такое находила на Вайлдберрисе. Я вам в одном из последних видео показывала, как раз там покупки подарков. Вот мне отдали вот такую штуку. И бренд на Вайлдберрисе есть, но он выглядит как-то по-другому. То есть, я не уверена, оно ли это. То есть, чтобы вам ссылку даже оставить, я вот не представляю. То есть, здесь уже более он такой, чуть посветлее. Да, то есть, это именно такая как... Ну, блеском я это не назову. Это все-таки кремовая помада, но она не матовая, она не застывает, поэтому как бы просто вот как блеск. И отдаю, соответственно, ей масло или Comfort Oil Intense Colorance. У нас оттенок 0,7 Intense Red. Я что-то схватила на самом деле. Само масло классное, но оттенок красного, он не мой. Вот он просто не мой. Особенно в сравнении, вот они, два холодных, и насколько этот теплый. На мне, к сожалению, не могу. Вот у меня вот этот вот теплый оттенок, он, ну, никак он на меня не ложится, мне не нравится, как я выгляжу с этим. Поэтому, думаю, что оно будет лежать, соответственно, а у меня подруга использует. Дальше еще помадка от NYX. Это была, господи, серия... Это была серия типа вот по сериалу «Бумажный дом». Вот палетка, да, и помада, ну, типа, лимитка была. То есть палетка, в принципе, как бы... Ну, не сказать, что прям супер мои цвета, но... Да, окей. В коллекцию пусть будет. Вот. А с помадой, к сожалению, вот я пока не придумала, что делать. Ну, не мой цвет, но очень темно. Он прям такой... И опять же, он не сильно какой-то холодный. В нем какой-то... Ну, он, конечно, холоднее, там, например, чем вот это, да? Но на мне это прям не очень. Я, в принципе, думаю, давайте даже посмотрим, как это выглядит, да? Потому что... А вы скажете в комментариях, соответственно, норм или нет. Но мне вот не нравится. Ну, как-то так. Я уже прям супер с контуром ровно в этот... Не буду, да, тут. Но смысл в чем? То, что по качеству эта помада огонь. Она классная. Она классно ложится. Она очень приятная вот сама по себе, да? По вот своей текстуре, скажем так. Но цвет, ну... Ну, я не знаю. Мне кажется, мне сейчас просто плюс 20 лет вот серьезно с этой помадой. То есть как-то прям, не знаю, вот я себя просто чувствую максимально некомфортно. То есть я знаю девочек, которые очень любят такие цвета, такой темный-темный нюд. То есть и это как бы ок. Просто вот, видимо, это... Просто это, видимо, не я. Не знаю, девчонки, напишите в комментариях, как вам вообще такой цвет. Ну, как-то так. Так, извините, я смою его, потому что мне как-то тяжело. Дальше, значит, с помадками разобрались. Тушь отдам тоже подруге. Бобби Браун. Это у нас, господи, с Моке Ай Маскара. В каком-то бьюти-боксе мне достался. Я, причем, собственно, бьюти-бокс-то покупала изначально, потому что думаю, ну, блин, полноразмерная тушь Бобби Браун, она одна перекупает, там, да, покрывает стоимость коробки. Но у меня когда-то была эта тушь, и я ей пользовалась. То есть хорошая тушь, как бы, да, все. Я не знаю, то ли формула поменялась за эти годы, там, Вену его знает, но мне вообще не зашло. То есть, да, я не люблю такие кисти, вот, ну, натуральные я люблю силиконовые, пластиковые щеточки. Ну, то есть, вот, ну, мне не хватает. То есть, кто любит, вот, натуральный какой-то эффект на ресницах, вот, типа, на каждый день на работу, да, там, на учебу, да. Но я люблю активные ресницы достаточно, а здесь, в общем, мне мало, и я просто отдам подруге, которая очень любит эту тушь, она ей очень понравилась в свое время, и я ей просто отдам, и она с удовольствием ей попользуется, потому что, как бы, почему нет. Так, и тоже еще отдам, тоже туда же, куда и пойдут красные помадки, пойдет подводка. Это у нас Russian Beauty Guru. Тоже пыталась я с ней и так подступиться, и так подступиться, но не могу я краситься вот такими жидкими подводками. То есть, маркер, да, окей, но вот это вот, ну, не могу. Она, причем, насыщенная по цвету. Она-то, как бы, вот, ну, она прям хорошая, черная, вот, да, то есть, все, она не плешивит, ничего такого не делает, как бы, ну, просто вот, ну, не могу, я жидкая, вот, вот, хоть что делай, то есть, думаю, что она будет лежать, как бы, да, там моя любительница красных помад, она и красные помады, и стрелочки, это все вот по ее душу, как раз, вот, и она отлично справится с этой подводкой, и, собственно, это все мероприятие пойдет, соответственно, ей, потому что, ну, как бы, а что она будет лежать? Вот, собственно, отдаю, вот, делюсь, как говорится. Вот, такое небольшое видео расхламление у нас получилось, да, я вам советую тоже периодически расхламлять свои косметички, да, то есть что-то, что пользуетесь, не пользуетесь, может быть, что-то пора выкинуть просто, да, или там с кем-то поменяться, да, с подругами, да, кому-то что-то больше зайдет. Все, завязываю болтать, надеюсь, было интересно и полезно, увидимся в следующих видео, пока-пока.